Отказаться от дымной привычки предлагали ивановцам волонтеры движения «Кардиогвардия». На площади Ленина обычные прохожие вбивали гвоздь в гигантскую деревянную сигарету в знак отказа от курения навсегда. 31 мая – день, когда некоторые курильщики отрекаются от опасной зависимости. В этом году последний день весны получился еще более символичным, ведь 1 июня в силу вступает новый закон, который резко ограничит места, где можно безнаказанно курить. 15-й федеральный закон, который завтрашнего дня вступает в силу, он как раз прописывает очень многие моменты, защищающие людей. В том числе он прописывает обязанность государства помощи людям, желающим избавиться от этой зависимости. У нас в Иванове, кстати, в одном из немногих регионов уже открыты кабинеты бесплатного отказа от табакокурения. Забить на сигарету желающих оказалось много. Люди пожилые делали это за своих курящих детей. И он и Ивановцы боролись с привычками родителей. Все они солидарны в одном – сигарета убивает их близких. Но есть одна хорошая тенденция – отношение к курению в обществе меняется коренным образом. В молодости все курят, все, наверное, балуются. А потом кто-то бросает, кто-то продолжает курить. Уже в привычку входит. Ну, конечно, плохо курить-то, потому что кашляешь часто. Вот у меня знакома была еще по молодости. У нее чуть не туберкулез начался. Я пришел с таблетки глотать. Что бы ни пришлось глотать таблетки, юные Ивановцы и не собираются пробовать сигареты. Ну, курить – это очень плохо. Засоряются легкие. Плохо дышать становится. Болезнь появляется. Моя мама не курит. Папа недавно бросил. Ну, я сам не курую, конечно, у меня еще мало и не буду никогда курить. Это время. Родители, которые бросают курить или вовсе не курят – лучший пример для детей. Никогда не стоит забывать, что никотинозависимый сокращает свою жизнь в среднем на 13 лет. Медвежью услугу он оказывает и своим родным и близким. Пассивные курильщики живут меньше на 6 лет.